Всем доброе утро 2 января. Сегодня наступил день, который я ждала меньше всего и каждый раз, когда о нем думала, у меня начинались слезы. Сейчас только 10 утра, мы ждем папу и Андрея, они приедут за чемоданом и после этого вместе с ними поедем в деревню и будем провожать родителей. Они сегодня улетают в Россию и моя сестра сегодня улетает в Сингапур. Я очень сильно заболела, я вчера целый день провела на работе уже в предболезненном состоянии, но сегодня уже все конечная точка, когда я температурю и у меня даже уже сел голос. Мы купили бабушкам фруктиков, они уже стоят, ждут. В общем там стандартный набор ананас, манго. Надеюсь, что я выдержу нормально, протяжусь, а когда родители улетят, можно будет уже слечь и поболеть. Честно, я боюсь, что я расплачусь, я вот не хочу, чтобы плакать, потому что когда мы улетали, мы с мамой уже попрощались и все, и разревелись. Они уходили, мы уходили, и это слезы, и прощание это всегда очень грустно. Поэтому будем держать себя в руках. Записываешь? Да, вот и Максим проснулся. Всем привет! Я, кстати, на 31 декабря почти не пил. Да. А почти не считается, да? Угу. Я 4 рюнки так его выпил, все. Да. Я сказал, что я больше пить не буду. У нас тут небольшая путаница. Короче, я не знаю, мама говорит, что они хотят от нас поехать. Максон чемодан везет. Все, все, пока. Мама говорит, что они хотят от нас поехать, а папа приехал за чемоданом. Короче, сейчас узнаем. Может, нам тогда не надо будет ехать в деревню. Максим на чемодане. В общем, привезли нам. А еще тебе Регенси осталось. Столько всего. Продуктов. А филом и... Она, утром начинается. Пока отпуск не закончился. Да. Земля, прощай. Короче, продуктов оказалось столько, что у нас нет столько места. И Максим пытается вон разобрать микроволновку. И здесь вон все, лед долбил. В раковине еще даже снег. Продукты, которые еще нужно уместить. А вот в этом пакете у нас мясо. Наши уже приехали. Все-таки все будут выезжать от нас. Я спала. Только-только проснулась, Максим меня напоил в тарафлю. Мне полегчало очень сильно. Поэтому идем уже встречать. Тебя фокус не ловит. О, пина. Ты не фокусный, Парень. Не фокусный? Да я не фокусный. А вон и наши подъехали. Достают чемоданчики. На такси, видимо. Настюха увидела, машет, машет. О-о. А Макс сейчас поедет в аренду машин. Надо шлем для Андрея взять. В своем поле. В розовом ушках. Я представляю эту картину. Другого нет. А ты, знаешь, папа, в розовом шлеме с ушками. А что, все что ли? Ну, 7 килограмм тут уже по-любому. А что, надо только 7? Ну, перевес 7 килограмм. Не, это с этого. У нас еще 3. И еще там... Мама, как настроение? Летать не хочу. Оставайся. Сейчас ты наедешь. Но, наверное, у нас базик побольше. Намного. Раз в 10. Это, я не увидела, где Андрей поднимаешься с базиком. Прямо его и тлявал. Мне что, нравится, Таиланд здесь можно в ночнушки везде ходить. Можно спать в ней и ходить. Покушать можно на море, можно в магазине, везде. Еще и в Бангкок съели. Нам платят, да? Хорошо. 15 минут осталось до таксиста, и та началась переодевание меня. Кто-то едет из лета в зиму. Опять штаны, если на чего сам одевать. Это таблетки. Я стою здесь. Не поеду. А походу ты вместе с багажом готов уже. Пока. А на дорожку присесть. Две мы уже посидели. Я поеду с чем-то. Оставляй, забывай здесь что-нибудь, чтобы быстрее вернуться. Да мы вам столько мяса ставим. Мы его вывернемся. Мы его сохранить, мы приедем. У нас мясо лет не ест. Вот, я говорю, мы приедем. На бумагу едим. Ставаленка. Минута грустинки. Балюныч, пока. Все, едьте. Пока. Папа, как тебе идея на зимовку сюда приезжать? Завтра? А что? Да. Мне летом жары хватает. Вот еще зимой, когда я отдыхаю, приезжать на жару 5 дней. Ну да. Вот так, на несколько дней, ну на неделю максимально. На несколько дней, так на 90 можно, да? Такая грустная картина. Я так не хотела, чтобы наступал этот день. Блин. Как тебе? Годно. Годно? Пригодно. Где рыба? Где рыба? Где рыба? Похоже, приехала машинка. Все уже ждут. Стоят. Сейчас мы уточним, она или нет. А это сто процентов ваша машина. Пока, Таиланд. Сами остаешься? Да. Да. Мамская 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 11. 13. 14. 14. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все крыльчика Дальше сплотясь Я одержу все рука Пока они не уедут Ну теперь я расстроилась Ну что? Мы идем оформлять бумажки. Забыл, как они называются. В общем, заходишь в аэропорт. Возврат бабла, да. Поворачиваешь направо и до самого конца. Вот там табличка такая большая-большая. Вот туда мы сейчас придем и там все оформим. Нам идти на Е-2. Мы еще только на Д. Настя, папа. Настя? Папа, помаши ручкой. Папа, помаши ручкой. Настя, находимся на такой ручке, в которой мы получили деньги. Он поделил маску, в которую мы посадили печать на первом этаже. Папа, помаши ручкой. Папа, помаши ручкой. Мы прилетели и едем уже сюда, 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 не домой, это не дом, не пришло. Хладка была такая, средняя, ну мягкая, можно сказать, вот. Рыжик нас встречает, Герда нас встречает. Герда, где папа? Ты что, Рыжий? Герда, ну носится, как угорелая. Герда, иди сюда. Рыжий. Пошел, смотри, чемоданы. Герда. Ты моя сладкая. Опять куда-то побежал. Герда. Пить хочет. Герда, папа пришел. Герда. 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 Субтитры сделал DimaTorzok